Лист Страшное оциномигенное землетрясение на Суматре, унесшее сотни тысяч человеческих жизней, поставили человечество перед вопросом, где ждать следующего такого же землетрясения и что же нам делать? Покорно ждать беды или пытаться идти навстречу ей, чтобы спровоцировать какие-то небольшие землетрясения в наиболее опасных районах и посмотреть их механизм, чтобы разгрузить эти очаги? Ведь вот, например, врачи делают прививку больным, потенциальным больным, для того, чтобы избежать опасных последствий эпидемии. Не следует ли то же самое сделать и в мировой геофизике? Стоит ли провоцировать дьявола или надо ждать, пока он сам к нам придет? Это вопрос сегодняшнего фильма. Последние секунды ожидания. Автомат подрыва включен. Осталось пять секунд. Четыре, три, две, одна, ноль. Осталось пять секунд. Громкий скандал произошел прошлым летом в ученом мире. Эпицентром скандала стала Камчатка. Причина? Планируемый эксперимент, который заключался в следующем. В одну из шахт, давно законсервированного рудного месторождения Аганчи, расположенного в районе Срединного хребта, в 430 километрах от Петропавловска-Камчатского, на глубину 100-150 метров опустят 500 тонн тротила и в назначенное время подорвут. Цель эксперимента — уточнение параметров геофизических полей в очагах, готовящихся землетрясения, перераспределение скопившегося напряжения в очаге крупного землетрясения, калибровка сейсмических станций Дальнего Востока и проведение глубинного сейсмического зондирования. В то же самое время, 16 августа, когда скандал вокруг планированного взрыва был в самом разгаре, в районе Камчатки, в центральной зоне Курильской гряды, на судне Академик Лаврентия вышла научная экспедиция с целью выяснения тектонического потенциала этого района. Вы знаете, есть такое понятие «сейсмическая брешь». Это определенные участки островных дуг, где в течение продолжительного времени не было землетрясения. Вокруг все трясет, а там нет. Вот эти участки являются наиболее опасными и требуют самого пристального внимания, потому что именно такой участок до поры до времени был и около Суматры, пока там не случилась катастрофа. И ученым необходимо было ответить на главный вопрос. Ожидается ли в этом районе во воздревом будущем крупное землетрясение, которое может вызвать цунами? А этот цунами спокойно пойдет в проливы и идет до Сахалина и до самой Камчатки. И на Сахалине высота этой волны может быть 5-6 метров. То есть вот высота такой волны уже представляет существенную опасность для, например, для инфраструктуры нефтяных месторождений, которые там сейчас активно развиваются, ну и для населения, которое проживает там, а северная часть Сахалина достаточно низменная. На проблемы с сейсмоопасностью в этой зоне существовали две точки зрения. Одни говорили, что этот участок аномальный, то есть там не может произойти землетрясение, потому что там высокий тепловой поток, что не характерно для зонсовдукции. И земная края находится в размягченном состоянии, поэтому большие напряжения не могут накапливаться. Другие считали, что район крайне сейсмоопатен и может привести к такой же глобальной катастрофе, как та, которая произошла в декабре 2004 года в Индивийском океане. Главный вопрос, на который должны были ответить ученые, когда такая катастрофа может произойти? Завтра, через год, через 15 лет. Теория показывает, что эта зона готова для вот такого катастрофического удара, но когда он произойдет, нам не ясно, потому что краткосрочного прогноза не существует сегодня. И речь идет только о долгосрочном прогнозе, то есть речь идет о десятках лет. То есть может быть через 10 лет, через 15, через 20, через 30, а может быть и завтра. Поэтому в этом и состоит необходимость срочных дополнительных исследований, которые позволят, возможно, перейти к среднесрочному прогнозу, то есть понять, когда уже начинается стадия активного движения. И теория дает нам оценку и цунами. Мы показали, что цунами действительно проходит через острова, доходит до Сахалина, до зоны Камчатки, до Магаданской области. Говоря о прогнозе землетрясений и других природных явлений, которые могут вызвать катастрофы, мы должны понимать, что эти процессы еще до конца не изучены. Мы сегодня не можем давать краткосрочные прогнозы землетрясений. Единственное, что могут предложить ученые, это предупреждение, которому предшествует поисковая и научно-техническая комплексная работа. Это комплекс работ самого широкого профиля, в который включены и взрывные работы. Да, мы на Камчатке собирались провести взрыв, мощный взрыв, и собираемся провести взрыв. Одна из целей которого как раз уточнение параметров геофизических полей в очагах, готовящихся землетрясений. Задача эта непростая. Сразу говорю, мы не собирались и не собираемся проводить ядерный взрыв. Обычный взрыв. Было предложено взорвать в 430 километрах от Петропавловск-Камчатского 500 тонн тротила. И меня сразу же разделились. Стоит ли это делать или это опасно? Это может спровоцировать чудовищную катастрофу. Мы планируем 500 тонн. В переводе на магнитуды это примерно 3,7 меньше 4 магнитуды. Это очень слабое землетрясение. В чем тогда смысл? Ведь землетрясение в этом районе происходит практически каждый день. Но естественные землетрясения не дают нам полной картины. Мы не можем точно предугадать, во-первых, когда оно произойдет. Наконец, определить эпицентры землетрясения. Ошибка определения этой координаты составляет до 50 километров. А взрыв чем хорош? Вы знаете точно, где он произведен, знаете его мощность. И можете точно фиксировать время прохождения сейсмических волн и траекторий. В конце Второй мировой войны в военных арсеналах скопилось огромное количество взрывчатки. И ученым предложили использовать ее в научных целях. Так родилась взрывная сейсмология. Дальше больше. На смену химическим взрывам пришли ядерные. Они проводились по всему миру. По 1992 год в мире провели 501 взрыв в атмосфере, 8 под водой и 154 под землевых. В 1963 году было запрещено проводить ядерные взрывы в воздухе и в воде. А вот подземные взрывы приобрели масштабный характер. Советская программа использования подземных ядерных взрывов включала в себя глубинное зондирование земной коры и обнаружение месторождения нефти и газа. Это подземный толчок подбросил нашу камеру. Вот все эти запасы нефти Западной Сибири, да, они были разведаны, вот, в том числе и с использованием ядерных взрывов в мирных целях. Значит, был профиль Скольского полуострова до Хабаровского края. Этот профиль был пройден. Ну что, кому-нибудь принесло вреда? Нет. То есть, если мы с соблюдением всех норм, правил, безопасности, тем более, если мы гарантируем, что взрыва на выброс не будет, каких продуктов взрыва в атмосфере, значит, вреда никакого нет. Ну а с другой стороны, ну как вы вообще жизнь представляете без активного вмешательства в среду? Надо сказать, что действительно, когда начались активные ядерные испытания у нас в Семипалатинске и на Новой Земле, и у американцев в Неваде, то по всему земному шару стало ощутимо меньше землетрясений с большими разрушительными магнитудами. Стало ясно, что подземные ядерные взрывы могут разменять одно большое землетрясение на Сирию и Мелкер. Происходит как бы разрядка технонических напряжений. Можно думать, что наш Семипалатинский полигон способствовал, в частности, тому, чтобы умеренными землетрясениями разряжался Северный Тельжай. Ну, район города Алматы. Ну и действительно, когда-то в конце 19 века это был очень сейсмоактивный район. И мы знаем, что город Верный, то есть Алматы, был разрушен в 910 году. И потом еще были сильные землетрясения. А вот, когда начал функционировать Семипалатинский полигон, землетрясения, так сказать, ну, скажем так, притихли, или сейсмичность притихла. Этот полигон в чем-то берег ломоту от сильных землетрясений. Может быть, сберег и сильные землетрясения отодвинул на будущее. Ну и кажется, почему дальше не продолжать такие продуктивные испытания? Идет разрядка технонических напряжений, подземным ядерным взрывом можно управлять. Они несут пользу науке и промышленности. Однако и в Соединенных Штатах Америки, и в Советском Союзе при проведении подземных ядерных взрывов всегда были утечки. Всегда прорывались радиоактивные газы в атмосферу. Не говоря уже о том, что было чудовищное загрязнение радиоактивными веществами подземных пространств, что тоже опасно. Вот так, например, в Нью-Мексико, в Америке, готовились к очередному подземному ядерному взрыву. Заряд разместили в глубокие скважины. Казалось, надежно забили цементом и всеми приспособлениями, обеспечивавшими безопасность. Когда нажали кнопку «Пуск», в небо взметнулся фонтан подземных вод, газа с проволокой, с арматурой, и накрыл там большую полосу какие-то там хайвеи, автотрассы, накрыл. Но дело этим не кончилось. Спустя 10-12 лет после этого взрыва, под полостью ядерного взрыва, чуть в стороне, американцы стали закладывать одну из крупнейших в своих стране подземных хранилищ радиоактивных отходов. Поскольку американцы не учли действия этого взрыва, у них сейчас существуют предпосылки к затоплению. Полость ядерного взрыва нарушила режим водоносных горизонтов, а над ней там несколько горизонтов подземных вод. И эти подземные воды устремились в полость ядерного взрыва и продолжают двигаться в сторону этого хранилища. Очевидно, опасность затопления хранилища. Это грозит экологической катастрофой. Можно было бы привести еще множество примеров неудачно проведенных подземных ядерных взрывов, в том числе и в нашей стране. Но ясно одно – последствия таких научных изысканий непредсказуемы. Сегодня подземные ядерные взрывы запрещены. Но при чем тут ядерные взрывы, скажете вы? Там огромные мощности, а здесь всего 500 тонн тротила. Очень важно, в каком месте. Одно дело, когда ядерный взрыв проводится в Казахстане или на Новой Земле, или в Нью-Мексико, на платформе. А совершенно другое дело, когда даже небольшой взрыв, 500 тонн тротила, производится в сейсмически опасной зоне, где каждое колебание недр земли вызывает трещины и может сорвать спусковой крючок опаснейшего накопившегося землетрясения. Раньше на Камчатке, в Ивачинском заливе и в районе Петропавловска, Камчатска, уже проводились подземные взрывы, но их мощность была невелика – 2-3 тонны тротила. И результаты геофизических исследований не давали желаемых результатов. Поэтому камчатские ученые считают, что если взрыв будет мощный – 500 тонн тротила, то и результаты получат серьезные, так как будет охвачена территория в несколько тысяч квадратных километров. Мощный взрыв позволит нам откалибровать наши все сейсмические станции всего Дальнего Востока. И мы тем самым будем знать более-менее время прохождения волн – это раз. Значит, мы, в принципе, могли бы просветить корни вулканов. Мы могли бы прощупать, действительно прощупать, очаги некоторых землетрясений. Просто-напросто прощупать. Дальше. Эти взрывы мы могли бы использовать с точки зрения сейсмического районирования. Это очень актуальная задача для Камчатки. Но где гарантия того, что взрывная волна не докатится до очага крупного землетрясения и не спровоцирует катастрофу? Взрыв мы планируем провести в Срединном хребте, на Камчатке, в скальных породах, где землетрясений не происходит. В тектоническом смысле этот район давно-давно уже успокоился. Там сильных движений не происходит. Поэтому никаких подвижек после этого землетрясения в месте взрыва просто быть не может. Это уже устоявшийся район. Взрыв, в смысле подвижки, могут быть вблизи побережья Тихого океана, где землетрясения происходят. Но это 300, 400, 300, 200, 300 километров. На таком расстоянии эффект взрыва будет незначительным. Если мы взрываем в скальных породах, население не чувствует, природа не чувствует, никакого вреда абсолютно нет. Это я вам гарантирую. Ну, понимаете, здесь оценка опасности этого взрыва, как любая оценка, она является относительной. Все познается в сравнении. Вот тем, кто утверждает эту абсолютную безопасность, я бы посоветовал встать в эпицентре этого взрыва во время его проведения. Ну, кому-то этот комментарий опасности взрыва показывает чересчур эмоциональным, не объективным. Однако трудно осуждать ученого, который стал свидетелем экологической катастрофы в Таджикистане. После Тюьяно-Юмского взрыва через 6 часов вода в озере, находящегося в кратере вулкана Парсугель, изменила цвет. Ученого, который сам участвовал в подобных экспериментах, сразу же натолкнули на вывод, что прежде чем совершать подобный взрыв на Камчатке, необходимо убедиться в его целесообразности и тщательно взвесить все за и против. Летал я над Большим Курильским озером, когда к мысу Лопатка. Если бы вы видели эту колдовскую голубизну этого озера, а я вспоминаю вот это, то, что произошло на вулкане Парсугель, и задаюсь вопросом, а не изменяется после этого взрыва, не вздрогнет ли это озеро, не пожелтеет ли, не помутнеет ли оно. Я противник того, чтобы выхватывалась только одна часть этого эксперимента и забывалась, и забывалась вторая его часть. Грубо говоря, природоохранная, экологическая, экономическая, оборонная и так далее. Опыт, однако, показывает, что при подготовке любого взрыва, несмотря на все предосторожности, нельзя полностью гарантировать безопасность, нельзя все предусмотреть. В момент взрыва события могут развиваться совсем не так, как планировали специалисты. С другой стороны, некоторые зимы трясения все равно рано или поздно произошли бы, и без техногенного вмешательства. Получается, взрывом больше, взрывом меньше, все дело случая, катастрофы не надо бояться. Если даже такие события произойдут, то это не потому, что мы взрывы делали. Ну, случайно получилось. Мало ли что бывает случайно. Вот. Так что не надо видеть тогда причинно-следственную связь вот в этой паре событий, которые произошли близкого времени, в данном случае. А если говорить о других, так сказать, значениях этого взрыва, ну, там говорят, что уточнится так называемая пневматическая и динамическая калибровка из землетрясений и так далее. Ну, один взрыв не даст такой информации, которая позволит существенно улучшить наши наблюдения и знания распространения сейсмических волн. Мы можем получить большое количество информации. Но и в идеале, конечно, надо проводить не один взрыв, а надо проводить мониторинг. То есть взрывов много, примерно в одной и той же точке. Просвечивать одни и те же трассы и смотреть, как же меняются параметры. Но при серии взрывов необходимы совершенно специфические условия и идентичность воздействия. Можно ли это соблюсти на Камчатке? Когда вы делаете взрыв в твердой горной пароле, то другой взрыв вы не сделаете в тех же условиях, потому что эти условия вы уже разрушили. Там вокруг взрыва, вокруг очага гипоцентра образуется зона разрушения. Зона разрушения, значит, помещать заряд туда же не имеет никакого смысла. Да и эти штольни-шахты будут разрушены. Значит, надо отнести его в сторону. Отнести их в сторону, попали в другие условия. Но если изменились условия, то меняются параметры направленности излучения, формы излучаемых колебаний. Кроме этого, серия взрывов может вызвать необратимые изменения в состоянии глубоких метр среди новых рейта Камчатки. Что касается глубинного сейсмического зондирования, это известно, что для этого достаточно гораздо меньшего заряда. 300-500 килограмм тротила, а не 500 тонн. И с этой точки зрения, как бы, необходимость такого большого взрыва становится вроде как неочевидной совершенно. Зато очевидно, что он может вызвать непредсказуемые последствия. Потому что, если одно дело, серия маленьких взрывов, а другое дело, когда они могут кумулятивно сложиться с накопившимся сейсмическим напряжением. Поэтому такой взрыв можно сказать не только бесполезным, но и очень опасным. И все же может ли уважаемый Александр Васильевич Викурин дать полную гарантию безопасности и взять на себя ответственность, что ничего не произойдет? Конечно. Конечно. Близь лежащие поселки абсолютно ничего не почувствуют. Максимум, что они могут почувствовать, это 2-3 балла. Это, сами понимаете, это не смертельно, и даже мы очень часто призываем трясениях такого. А последствий воздействия на природу не будет. Самое время вернуться в район Центральных Курил. Команда ученых из Института океанологии на судне Академик Лаврентьев начала исследование. Им предстояло доказать, испопательен ли этот район в ближайшем будущем или нет. И доказать это они собирались, как вы понимаете, без помощи тротила. Что же удалось обнаружить ученым в этой зоне? Мы обнаружили в этом районе необычайно интересную структуру, зону растяжения. Ее даже можно назвать, так сказать, рифтовой зоной, которая раньше не была известна и наличие которой, в общем-то, даже не предполагалось в этом месте. Ну, это несколько аномально для приостровного, так сказать, склона дуги. Это, так сказать, первый научный результат. Блоки, слагающие островодужную кору, имеют размеры порядка 100-150 километров. Здесь сосредоточены очаги землетрясения. Экспедиция установила, что кора в этом месте сильно раздроблена. И блоки разбиты поперечными разломами до размера 20-25 километров. Стало понятно, что на этом участке, поскольку блоки небольшие, не должно накапливаться много сейсмического напряжения. Но все же ученые не могут сказать, что этот участок безопасен. Давать прогноз, что там землетрясения никогда не будет, хотя участок аномальный, мы не можем. Потому что мы знаем другой случай. Это когда в островной дуге, в зоне субдукции, происходит как бы группирование вот этих отдельных блоков. То есть с течением времени у вас землетрясение может произойти в одном, во втором, в третьем блоке. А потом, неожиданно, в какой-то момент времени, эти блоки могут как бы объединиться, как бы синхронизироваться. И вот уже очаг этого события, он охватывает уже несколько блоков. В конце концов, может действительно произойти крупное землетрясение, которое захватит всю эту сейсмическую брешь. И магнитуда будет очень велика. И возникшая волна цинами будет опасна и для Сахарина, и для Курин, и для Гавайских островов. В экспедиции использовался целый комплекс геофизических, геохимических, геологических методов. Магнитная съемка, гриометрическая съемка, сейсмические исследования, биохимические, геологические, включающие драгирование и так далее, и многое другое. Сейсмическое профилирование позволило нам судить о строении фундамента и о наличии в нем разломов. Гриомагнитная съемка дала возможность определить, какие породы слагают фундамент, и локализовать эти самые разломы, как аномальные участки. А биохимический анализ обнаружил повышенное содержание СО2 в воде, что может свидетельствовать о вулканической активности в этом районе. Субтитры создавал DimaTorzok И, конечно, вы можете спросить, а насколько все эти методы безопасны? Это даже не булавочные уколы, а это вообще как бабочка крылышками машет. Наиболее, так сказать, вот такой метод, который воздействует на окружающую среду, это метод непрерывного сейсмического профилирования. Там все-таки идет какая-то звуковая волна. То есть мы используем какие-то наведенные источники. Значит, ее мощность, интенсивность не очень большая. И, в принципе, такого рода работы, конечно, уже проводились, как это действует на морских обитателей и все. И, в принципе, так сказать, они являются разрешенными и экологически безопасными. Конечно, нужно продолжать наблюдать за этим местом. Мы только наметили наиболее интересные участки для будущих исследований. Нужно расширить комплекс наблюдений. В дальнейшем предполагается, конечно, изучение этой зоны сейсмической бреши на протяжении многих лет, пока не ударит событие. С тем, чтобы понять ее жизнь, понять ее, значит, изучить ее энергетику, изучить процесс, который происходит, это, конечно, многолетняя работа. Нужны ежегодные экспедиции. То есть нужно непрерывно изучать эту зону, что с ней происходит, и анализировать. Любая научная экспедиция нужна для того, чтобы дать ответ на вопросы, которые человечество мучает уже многие годы. Как бороться с катастрофами? Как предупреждать их? Как их прогнозировать и избежать серьезных последствий? Международное сообщество сейчас в том, занятое изучением последствий землетрясения на Суматре. Там уже пять крупномасштабных экспедиций провели. И все-таки нам кажется, что правильно изучать явление до катастрофы, а не посланную. Это гораздо важнее. И все-таки главный вопрос. Стоит ли провоцировать дьявола? Стоит ли провоцировать катастрофу, даже гарантируя полную безопасность? Причем тоже абсолютной уверенности нет. Стоит ли, стоя под нависшей лавиной, палить из охотничьего ружья? Несмотря на заявление сторонников взрыва, хочу напомнить, что полную гарантию, как говорил Остап Бендер, может дать только страховой полис. Здесь полной гарантии дать, пожалуй, нельзя. Поэтому, наверное, лучше проводить комплексные планомерные экспедиции в этом взрывоопасном районе, а не провоцировать дьявола, чтобы не получить неожиданной беды. И когда зальет вода круглое окошко, и покатится тайфун тучей теребен, я, ревущий океан, полюблю немножко, и немножко научусь понимать тебя. Не спеши переживать, милый мой хороший, что вина не наливать нам в один стакан. Не дари прощать мне ни цветов, ни брошек, а дари мне на прощание тихий океан.